С каждым годом все интереснее и интереснее, видишь, я же в последнее время непосредственно от рекламы отошел, то есть это больше интернет-реклама. Тогда проще просто было на самом деле, смотри, не было никого там, не знаю, был Ляхов, были ЦТшники. Здесь нет таких прям универсальных инструментов, большая часть работы происходит вручную, например, не знаю, мы отслеживаем конкурентов, да? То есть чисто тупая механическая работа. Пытаемся сейчас сформировать, чтобы каждый менеджер был неким таким продюсером, который получает проект и доводит его до конца. Например, сейчас у нас есть один клиент, это не буду назвать имени, это банк, который хочет до конца года выйти просто в интернет-стратегии. То есть не просто разместить баннера, а вот именно мы сейчас продумываем для них стратегию до конца года. Да ничего на самом деле такого серьезного не происходит в Казнете, не знаю, болото болотом. Ну, то есть ожидать чего-то такого прям взрывного, мне кажется, пока не стоит даже. Ну, я вот просто честно не понимаю, почему я должен смотреть местные новостные сайты, если я, ну, не знаю, получаю ту же информацию, ну, другим путем. Ну, смотри, ты мне ответил на вопрос, правильно ли объявлять конкурс на разработку логотипа Казнете? Ты можешь мне назвать, как выглядит логотип, там, не знаю, хомовский, там, не знаю, штатовский, там, не знаю, какие-то непонятные шаги, соответственно, ну, на мой взгляд, это глупость. Логотип Казнета, да. Смотри, цепочка, да, моя, как я люблю делать. Идея, технология, вот там реализация. Начинаем новый цикл, мой программ называется «В гостях у Белочки», потому что «В гостях у Белочки» это достаточно сложно. Мы видим, какую вот призму этих новых программ, то есть мы будем говорить серьезно о рекламе, о рекламщиках отдельно, вот я такой подвид вижу в поисках утерянного креатива, да, там, вот такое. То есть мы будем говорить с сильными рекламщиками, которые уже сделали себя как рекламщики, и с креативными директорами. Ну, вот я вижу вот этот цикл. Ну, на выходе мы увидим, что у нас творится на рекламном рынке, и увидим, собственно, те фейсы, которые там работают. Вот, собственно, один из фейсов у нас сегодня присутствует в нашей студии. Рус, я его очень люблю, уважаю, он как бы сильный рекламщик, давнишний уже рекламщик, там уже в тюрьму не возьмут, сколько лет. Вот попробуйте, да, нет, ответь. Ну, если конкретно говорить о рекламе, то, наверное, 99-й год. 99, да, реально, ну, это было бы вообще жестко. Вот, с 99-го года это получается, сколько я у меня с математикой говорил, ну, пятнашка, да, где-то? Ну, да. В районе даже, наверное, побольше. Вот. Что вообще, вот, 15 лет в рекламе, да, вот мы программу «В гостях у белочки» не зря назвали, да, то есть наверняка это вот так и есть уже белочка там какая-то, потому что вот столько клиентов через тебя проходит, да, вот, столько задач, столько людей, да, то есть вот, и вот какие ощущения вот лично у тебя, вот, потому что вот у меня, ну, у меня порой, правда, белочка уже. Да нет, по-разному бывает. Ну, а вот в тотале вот, картинка, если. Да в тотале с каждым годом все интереснее и интереснее, видишь, я же в последнее время непосредственно от рекламы отошел, то есть это больше интернет-реклама. Ну, соответственно, там поинтереснее, ну, и, как сказать, в последнее время тоже уже получается еще примерно так же. Ну, я знаю, есть у вас две конторы, да, то есть вот ты сейчас, ну, как бы, перманентно, ну, там у вас как бы банда одна, да, то есть устойчивая преступная группировка, то есть как бы есть Апекс, есть штаб медиа, да, то есть и я все время путаюсь вот в их назначении. То есть я знаю, что и те там работают успешно достаточно там, и те, то есть и вот, если можно, вот, в двух словах, то есть вот. Мы вообще еще будем по ходу пиарить, как бы, ваше агентство изо всех сил. Почему? Потому что... Какое из трех? А? Какое из трех? Ну, какое, давай все три пропиарим. Ну, смотри, есть штаб, штаб медиа, да, то есть они занимаются всем, кроме интернета. Апекс занимается только интернетом, и сейчас, ну, ситуация немножко изменилась, Апекс вошел в Виваки Групп, это четвертая в мире международная рекламная сеть, то есть, соответственно, мы немножко разделились еще больше от штаба. Ну, а вот что теперь, вот, в международную сеть вы вошли, то есть, де-факто, вам приходят по сетке уже... Да, то есть, есть договора, как бы, по всему миру с клиентами. Куча клиентов, да, и вам просто надо тут, на территории РК, как бы, решать эти задачи всякие поставленные. Расскажи, расскажи про интернет-рынок, у тебя очень живет. Ты, кстати, вот, если вдруг кто не знает, он сейчас сидит, это, ну, вот, в казнете, может быть, не сильно распиаренный человек, но, тем не менее, очень сильно уважаемый. Я просто неоднократно натыкался на, что люди, вот, ну, очень серьезно к тебе относятся, то есть, ты объясни, почему. Ну, вот, допустим, вот, тему вот эту с Нуром, да, то есть, ты был в составе, я точно помню, одного из разводящих, да, кто вот это, ну, как-то уравнивал, да, там, все эти нюансы. Ну, либо, наоборот, губил. Ну, окей, да. Ну, по интернету ситуация сложная, достаточно. А вот, какие проекты там вообще были? Проекты были с самого начала, это была веб-студия, которую мы организовали, вернее, которую я присоединился к организованной в девяносто восьмом году. В девяносто девятом я ушел в рекламное агентство и, по-моему, в две тысячи втором я вернулся в интернет, в смысле, заниматься проектами. Тогда проще просто было, на самом деле. Смотри, не было никого там, не знаю, был Ляхов, там были ЦТшники. Хрен запутаешься. Да, причем ЦТшники появились, ну, попозже, то есть мы как раз делали для них первый сайт, то есть регистрировали там для них DNS-сервера, то есть на тот момент. Поэтому так и получилось, что как бы всю вот эту тусовку олдскульную, ты знаешь, как бы с тех времен еще, поэтому было полегче. Просто в какой-то момент, когда мы занялись, ну, по-серьезному интернету, интернетом, до сих пор ходят все разговоры, что за интернетом будущее, мы начали цена. Там ЗИЗАЯК ходят. Да нет, просто не такими темпами все развивается, как хотелось бы. Ну, слава богу, все пока хорошо. Ну, вот ты же, ну, я вот тоже мало кто знает, да, но в ваших вот этих трех там компаниях, да, неважно, да, то есть ты очень всегда большую составляющую, то есть можно так, ну, смело сказать, что ты мозг, да, то есть вот этих агентств. Ну, понятно, что там еще другие есть, да, но вот основной, как бы, скажем, креатив, да, то есть основные, как бы, вот эти, особенно, я думаю, в аналитике, да, то есть вот какие вообще сильные стороны для себя, вот как для рекламщика видишь. Вот я, например, там чуть продавать могу, там чуть придумывать могу, да, то есть не знаю, но вот у тебя более такое. Ну, это да, это мы с самого начала разделились, то есть управленческие функции на себя взял другой человек. От меня больше зависело творчество. Передай, Белину, привет. Виталь, привет. Ну, и вот, а с меня всегда требовалось творчество, какие-то генерации каких-то идей, ну, со временем, естественно, с увеличением там каких-то клиентов более серьезных пошла аналитика, да. То есть сейчас мы, в принципе, у нас есть внутренние документы, которые, по которым мы понимаем состояние рынка, мы там, не знаю, каждый месяц обновляем эти данные. То есть де-факто вы такой, свой, свой, как бы такой оля, что-то такое, гэллоп, да, такой какой-то исследовательский создатель. Ну, да, без меньших объемов. Ну, вы же себя вот буквально вот еще недавно и, по-моему, сейчас так, вы себя, то есть вы с клиентом де-факто вообще не начинаете работать, да, вот взять тот же интернет, пока вы не проведете исследование. И вот исследование, мало кто знает, как это правильно делать, вот если сможешь как-то рассказать алгоритмы, ну, я понимаю, там секрет какие-то там не надо. Нет, алгоритм простой, есть набор шагов, которые необходимо пройти, чтобы получить информацию. Просто мы немножко, сделав акцент на этом, мы немножко подрастеряли каких-то вещей, да, то есть многим клиентам это просто не требуется. Есть случаи, когда уже доходило до момента подписания договоров, но просто в итоге требовалось совсем не то, что заявлялось вначале. Ну, это, в смысле, это типичная ситуация. Мне кажется, сейчас клиенты вообще не готовы к этой исследовательской деятельности, потому что ее результаты порой их шокируют. Такое бывает же? Бывает. Потому что, де-факто, они там все придумали, да, какую-то там, ну, общую, да, вот, свое видение, да, то есть они узнают, а видение другое. И получается, что вот на этапе прохождения вот этой информации, да, что исполнители просто, допустим, ее боятся к шефам нести. Нет, есть и такое. Есть вопрос, как бы, на самом деле, больше продажников, то есть как это все преподнести, показать, потому что данные достоверные, мы ссылаемся всегда на источник, откуда мы это получили. То есть, ну, не верите нам, соответственно, не верите, как бы, первоисточнику. Ну, слушай, а вот, ну, сбор вот такой квалифицированной информации, какой-то вот алгоритм исследования, можешь ли я созвучить? Объясню, почему. Потому что вот наши программы, то есть, они, скорее всего, будут интересны начинающим еще каким-то маркетологам, да, то есть рекламщикам, то есть и вообще просто молодым, вот, грамотным людям, коим очень много новичений. Пускай научатся чему-нибудь, там, ну, есть чему. А здесь нет таких прям универсальных инструментов, большая часть работы происходит вручную, к примеру, не знаю, мы отслеживаем конкурентов, да, то чисто тупая механическая работа. Садится менеджер с утра, просматривает, там, не знаю, топ-20 казахстанских сайтов, делает скриншоты, то есть обновляет страницы, если там идут баннеры, например, в ротации или какое-то размещение. В смысле, на сколько они представлены в сети? Да, кто выходит, с какой частотой, то есть это все механическая работа, то есть каждое утро, там, не знаю, порядка 30 минут на это уделяется. То есть вы каждый день мониторите активность конкурентов? Да, ну, это, в смысле, это работа, если работать по-серьезному, как иначе. Ну, а подожди, а кто за это платит? Это, соответственно, часть работы, менеджер ведет проект, он, соответственно, знает конкурентов, соответственно, отслеживает их параллельно, еще просматривает, кто выходит. Все сводится в файл, ну, и к нему, получается, имеет доступ внутри компании сотрудники, то есть, если надо поднять что-то, там, не знаю, что было в прошлом году, то есть поднимаем, показываем скриншоты. То есть вы вот эту аналитику, как бы, у себя храните и постоянно ее генерируете, получается. Не, ну, вот это прям очень сильно и хорошо, потому что, а кто вот это, то есть это менеджер сам делает, тот, а вообще какая структура, вот, с твоей точки зрения, много же вот этих разговоров, да? Вот мы берем интернет-агентство, как, по-твоему, его правильно нужно устраивать, то есть, вот, ну, я не знаю, там, примерный состав людей, да, какие позиции должны быть, чтобы, ну, вот, вы же уже, ну, я не знаю, там, ну, года три прям совсем уже этим осмысленно занимаетесь, то есть, ну, это, вот, по моим, как бы, оценку поправьтесь, ошибаюсь. У нас, я не знаю, как в других агентствах, у нас, если говорить, мы делим на две части агентства, то есть, это два отдела продакшн и клиент-сервис. То есть, они непосредственно работают с клиентами и производственники наши. Но мы сейчас переходим немножко к другому. Мы пытаемся сейчас сформировать, чтобы каждый менеджер был неким таким продюсером, который получает проект и доводит его до конца, то есть, формирует под себя команду. Ну, там, по-моему, пытаемся, это ключевое слово. Где их брать, блин? Объясним. Вот, это самое сложное. Те сотрудники, которые у нас, ну, то есть, получается, что мы воспитывали их с нуля практически. То есть, есть какой-то базовый бэкграунд, на предыдущих местах работает, там, не знаю, но с интернетом завязок особых и нет. Мы пытались брать каких-то продвинутых интернет-пользователей, но это не то тоже. То есть, там нет понимания, наоборот, какая-то расхлябанность, нет понимания вот самой работы. Структуры. Да. Отвечать нужно за свои движения. Соответственно, получилось легче, что мы воспитываем из каких-то более традиционных медиа. Берете чайника, грубо говоря, и обгречиваете его, ну, просто такого хорошего, исполнительного, грамотного. Ну, таких на самом деле мало. Так это ладно, хороший, исполнительный, грамотный. А тут же еще то, что ты вот сейчас озвучил, это же вообще ужасная вещь. Это человек берет проект и начинает его полностью тащить. То есть, де-факто, да, вот эта основная компания, там, ну, матка, там ее, как можно назвать, там, я не знаю, там, ну, как бы основной мозг, да, он просто им пользуется. А тащит он вот, он должен сам где-то принимать решение. То есть, де-факто, вот тебе, как креативному директору, да, как человеку, который видит эту всю картину клиентской базы, да, агентства, у тебя когда? Ну, ты же просто с ума сойдешь, если ты прям все генерить начнешь. То есть, он тебе приносит готовое решение, де-факто, по сценарию должен, которое ты должен чуть-чуть просто там, ну, там, пилочкой для ногтей подпилить. Но сейчас немножко получается обратный процесс. Мы сначала генерируем идею, потом человек возглавляет процесс, набирает под себя команду необходимую из всех отделов. То есть, и в итоге несет ответственность за проект вплоть, там, не знаю, до пост-анализа. Ну, вот я знаю, у вас агентство очень боеспособное. Так вот, сколько народу надо, да, вот, чтобы это все работало как правильно? Ну, в идеале, это, в смысле, зависит от пула клиентов какого-то. Понятно, что там, да, один человек не потащит, там, больше пяти клиентов крупных, крупных проектов. Месяц? Ну, да. Один человек может тащить пять крупных проектов в месяц. Один умный, талантливый, не знаю, какой-то. Ну, естественно. Человек может. Ну, как мы вот с тобой, да? Нет, ну, если честно, пять проектов, это уже сильных таких, ну, вот, сложных проектов. Гипотетически тащить можно одному человеку, но эта тема приказа наложить. Посмотри, там самое страшное же, это вот какой-то тестовый период и запуск компании, да, то есть, потом идет просто контроль. То есть, компания, если это серьезный клиент, мы же не занимаемся этим проектом месяц. То есть, мы запустили проект, где-то минимум полгода он идет, соответственно, там больше контроля. А что за проект в интернете на полгода? Можно понять? Ну, допустим. Например, это что? Ну, например, сейчас у нас есть один клиент, это не буду назвать имени, это банк, который хочет до конца года выйти просто в интернет стратегией. То есть, не просто разместить баннера, а вот именно мы сейчас продумываем для них стратегию до конца года. То есть, как банк должен быть представлен в интернете и что он получит в итоге? Ну, вот, касательно банков, вот я как чувствую, как вижу, да, то есть, они очень боятся все в интернет идти на какие-то свободные слушания, скажем так. То есть, баннерку они без проблем покупают, да, то есть, а она вот буквально шагу влево, шагу вправо, то есть, дальше у них вообще, они сразу очень боятся. Потому что это действительно спрогнозировать, вот, ну, спецпроект, мы же понимаем, очень сложно спрогнозировать. Де-факто можно, но все равно это вот... Поэтому на каждом этапе прохождения формируются какие-то показатели эффективности, по которым мы замеряем, идет компания правильно или нет. Интернет же чем, вот, основное отличие, что мы мобильные достаточно, мы можем завтра поменять и направить немножко, подкорректировать и направить в другую сторону. Здесь практически не требуется каких-то временных финансовых затрат. Мне еще вот интернет очень сильно нравится, вот я, так же, как и ты, после оффлайна пришел, как бы, в онлайн. И как он шикарно мониторится. То есть, вот, если взять, да, телек, ну, е-мое, ну, вот эти 100 человек с пейджерами, да, ну, это, ну, это весьма, когда, да, вот, 100 человек с пейджерами, которые мониторят местные каналы, когда вся страна смотрит тарелки, результаты этих исследований меняют, вот, если честно, ну, вот, ну, я не понимаю. Не, ну, они, наверное, верны, в смысле, вот, по отношению к местным каналам. Ну, я согласен, но, ну, ты же, понимаешь, да, то есть, они краснознаменно 100 человеками мониторят местные каналы, да, то есть, когда вся, ну, большая часть страны смотрит тарелки. Ну, я не знаю, сколько смотрит тарелки. Ну, я знаю, я вот, я недавно совершил экскурс по Казахстану на машине, ну, и каждый город, он просто, вот, как, знаешь, он какой-то инопланетный, да, он обтыкан этими тарелками. Ну, что, смотри, ну, везде, ну, хорошо, а мота не так затыкана, вот так у нас кабельные сети, да, ну, какая разница. Ну, да, это такой вот ключевой, наверное, отличие интернета, что это может быть. С Outdoor еще хоть как-то там понять можно, там же можно поставить камеру, да, она снимет поток машин, его можно просто посчитать. Ну, да, они замеряются, примерно. Легко же, да, то есть, а вот с телеком немножко сложнее, с радиом тоже, ну, весьма, то есть, вот, как-то, вот, ехали на машине, просто, вот, интересная история, чуть-чуть отвлекемся, внутренние радиостанции, локальные, карагандинские, вот, они там отжигают, я вот просто ехал, вот, час через Караганду, я просто, вот, карагандин, привет, и просто ржал, то есть, они там такие, знаешь, ну, я не знаю, там, ну, какая-то, маленький такой цешок по изготовлению дверей, да, но он такой джингл, там, заказывает себе такой, ну, ржачный, знаешь, вот просто едешь и ржежет, то есть, а у нас, ну, такие испугаются, да, там, делать в Алма-Ате, да, а там, ну, видимо, там, более свободно, это раскованно, то есть, клиенты не боятся, ну, вот, реально, прикольно, то есть, у меня вот даже мысль пришла, вот, блин, записать бы вот эти локальные эфиры, локальных каналов, станций, там, очень много смешных таких, абсолютно, знаешь, таких, фенечек вообще, вот, окей, вот, прогенерить, прогенерить контент, вот, то есть, вот, 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 вот все о нем говорят, обсуждают, как, что вообще, вот, вообще, давай про это, расскажи, что это, ты же дофига, что знаешь, совесть имею вообще, вот, тайны не рассказываю, давай, накидаем мазками, вот, свою картинку, потому что, вот, мне, вот, лично, очень интересно увидеть твой взгляд, вот, что сейчас происходит, очень важно, вот, у меня. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что происходит. Ну, я понимаю, но вот ты свою картинку скажу, то есть, я понимаю, то, что я понимаю, потому что тут, я уверен, что у тебя мозги другие, они у тебя более, там, ортодоксальные, там, более, там, математические, я вот думаю, ты видишь какую-то такую-то, вот, другую. Да ничего, на самом деле, такого серьезного не происходит, только, знаете, не знаю, болото болотом, то есть, ожидать чего-то такого, прям, взрывного, мне кажется, пока не стоит даже, очень долго. Сколько еще лет, вот, цифры? А здесь, понимаешь, здесь не вопрос времени, здесь вопрос какого-то отношения, в плане того, что, ну, есть, вот, да, страна, там, не знаю, 16 миллионов, она всячески пытается оградить интернет, вот, создать какой-то собственный интернет внутри, то есть, соответственно, никакого развития не будет, ну, я вот, просто, честно не понимаю, почему я должен смотреть местные новостные сайты, если я, ну, не знаю, получаю ту же информацию, ну, другим, другим путем. Каким? Ну, я подписан на получение новостей, по-моему, порядка с 20 ресурсов, я каждое утро, вот, мы говорили с тобой про собак, да, гуляю с собакой, читаю с телефона эти новости, то есть, порядка часа, я просто уделяю этому времени. Новости, да. Ты час в себя закачиваешь, кучу инфы вот этой. Да, ну, я просто, получается, что я огражден от телевизора, то есть, да, я подписан на интересующие меня тематики, соответственно, ну, я получаю нужную информацию. То есть, относительно, так же, ну, и в смысле каких-то других ресурсов, если брать по тематикам, там, да. А местные сайты какие ты читаешь? Да, практически не читаю. А с чем? А? Вообще вот. Не, ну, в смысле, бывает периодически, там, пришлют новости, я там, что-то еще интересное, то есть, ну, вот, прям, целенаправленно, каждый день я не читаю. А про соцсети как? Я вот знаю, ты в Фейсбуке фейсбучишь регулярно, то есть, я вот, собственно, про собак твоих узнал из Фейсбука, да, то есть, там, эти фотки регулярно появляются, там. Ну, Фейсбук это отдельная тема. Я вот из Фейсбука знаю, что ты вот на природу ездишь частенько, потому что я вижу там все время, ну, это как раз таки, да. Такие красивые картинки всегда, да, такой, какой-то джип, там, фоном стоит. Запросы собаки. Нет. Есть собака охотничья, приходится ездить. Вообще, походу эта собака любит, а не я, да. Я просто... Ну, да, глупо было заводить охотничью собаку, не вывозя ее куда-то на природу, то есть, там, не проводя какие-то испытания. Ну, Фейсбук, смотри, ну, даже если брать соцсети, Фейсбук это первая и единственная соцсеть, где я присутствую. Есть еще одна тематическая, но там, в смысле, там давно уже ничего не происходит, тоже хорошего. Поэтому мне было интересно попробовать, что это такое, тем более, вот как раз, возвращаясь к анализу, мы увидели, какими темпами это все растет. И что это такое, вот, на сегодняшний день? Вот я, например, вот, я вижу, много людей пишет, я прям вижу, да, то есть, ну, пишет, половина просто как ссылочный сервис, да, то есть, просто вот ссылки дают на какие-то, там, события, кто-то по чуть-чуть, там, что-то генерит, вот, и фотки выкладывают, да, то есть, вот, сколько казахстанцев в Фейсбуке находится? По-моему, порядка 300 тысяч, точно не вспомню, сейчас цифры. 300 тысяч, ну, немного совсем. Да, ну, в смысле, это, я вижу прям по себе прогресс, когда у тебя в день добавляют, там, порядка 15 человек. В друзья? Да, и ты никому не отказываешь, потому что... Ну, вот, я когда, я где-то 3 месяца, я открыл аккаунт, вот, за 3 месяца 130 друзей каким-то образом набежал. Ну, это, в первую очередь, место для общения, то есть, соответственно, какими-то методами можно продвигаться и там, ну, если мы говорим о задачах, там, не знаю, клиентов. Ну, вот, вот, ключевое слово, по-моему, каким-то, потому что, вот, я общался, да, вот, мы, мы продвигаем в соцсетях. Как? Ну, вот. Не, ну, здесь вот, да, это, возвращаясь к стратегии, для чего это нужно. Я не понимаю, не, фигня для чего это нужно, как они продвигают, то есть, вот, как можно осмысленно, да, то есть, вот, можешь какой-то, вот, ну, один пример, там, удачного продвижения в Фейсбуке назвать хотя бы. Местный или западный? Не, ну, западный давай не надо, там, это другая планета, вот, местный. Вот, окей, наших 300 тысяч, да, и что с ними делать, в смысле? Ну, ты напишешь что-то там в Фейсбуке, ну, прочитай, там, у тебя твоих, там, не знаю, сколько, 200, там, 300 друзей, неважно, ну, дальше что? Нет, ну, здесь, в смысле, если говорить о бизнесе, то это не, это не, ну, в смысле, здесь надо создавать страничку и двигаться уже каким-то приложениями, на мой взгляд. Нет, потому что на сегодня то, что есть, по-моему, Кейселл у нас находится на первом месте по количеству друзей в Фейсбуке. А сколько у них? Порядка тысячи. Тысяча? Да, то есть. Ну, тогда Прошкевич у нас находится на первом месте. Нет, это... Потому что у тебя, ты понимаешь, то есть, ну, или там, две, то есть... Ну, это люди, которые добровольно, не знаю, высказали, там, не знаю, свое отношение лояльное к Кейселлу, и я не знаю, почему они не работают с ними дальше. Ну, вообще, это очень крутое, то есть, вот я тебя сейчас услышал, то есть, ты, это, знаешь, как можно сказать, иметь свою страничку в Фейсбуке, это ответственность бизнеса перед своими клиентами, что вот бизнесу не насрать на своих клиентов. Почему? Потому что на эту страничку, на нее нужно отвечать, там должен быть фидбэк. Ее нужно модерировать, причем, вот, в режиме онлайн. Ты знаешь, вот была ситуация, мне очень в этом плане понравилось, как это обстоит на страничке, вот, Чимбулакский резорт. Чимбулакская страничка. Моего одного там товарища, олигарха, ну, в общем, он приехал кататься на лыжах, а там, ну, что-то с трассой делали. И он начал писать в Фейсбуке, ну, и я начал чуть-чуть там что-то писать. Мы получили на третьем комменте нашем, ну, мы начали там отжигать чуть-чуть, знаешь, там, ой, там, да это же надо, написали. А с утра написали, что у них там солнышко, а потом, ну, что-то начали делать с трассой. Ну, и мы зацепились за это и начали, там, я не знаю, на втором комменте мы получили фидбэк. Нам сказали, ребята, ничего подобного, вот, через 10 минут включается подъемник. И я вот, вот, я тогда прям увидел силу, вот, то, что ты говоришь, да, что шикарно, то есть там сидит чел, и в онлайне он смотрит, то есть он увидит, что пошла атака какая-то, ну, понимаешь, какая-то там атака, да, но он тут же все, он вступил с нами в дискуссию вежливо, корректно, вот прям, то есть, сколько таких аккаунтов в Фейсбуке мы можем привести, вот. Хотя, ты понимаешь, что они говорят, у нас нету рекламных денег, не надо рекламных денег. Не, ну да, там, если говорить конкретно про Фейсбук, там денег не надо. Ну, ты же понимаешь, да, сиди и, как бы, отвечай нормально. Но, вот, я замечаю сейчас, что, вот, я думаю, ты эту краску прям шикарно видишь, да, что они не готовы вот к этой открытости, сами компании не готовы к открытости, потому что там задают вопрос, да, почему дорого так, чем обусловлены ваши цены, ну, к примеру, на них же как-то отвечать надо. Ну, вопрос, почему дорого, я думаю, можно применительно к любому продукту задать, и не всегда будет ответ даже, если в случае... Нет, да я согласен, там дураков тоже хватает, но многие же задают прям нормальные вопросы. Ну, вот смотри, достаточно активно себя ведет в Фейсбуке, к примеру, Теле2, да, они появились, у них принцип не вкладывать там в рекламу безумные деньги, хотя... Тем не менее, они сейчас в первом споте и засадили как надо, в смысле, к примеру. Но в Фейсбуке они отвечают, они работают с аудиторией? Нет, но опять же, да, то есть мы понимаем сейчас, что мы вместе передадим там, куда-то передать, Нуркену привет, почему, потому что, ну, это человек сети, то есть он давно в сети, он понимает, и плюс это, как бы, нормальный реклам. Но я, насколько я знаю, у них пять человек отвечают за Фейсбук. Я согласен, нет, так я не думаю, что просто... Мне вообще нравится, как у них выстраивается эта политика, мне прям нравится вот то, что они делают, то есть у них все четко, у них, если они открывают филиал, они его нормально освещают, то есть... Кстати, вот в этих программах мы будем прям комментировать какие-то удачные рекламные кампании, да бога ради, пускай людям от этого станет приятно, потому что, ну, они правильно себя позиционируют, то есть они вот все четко делают, радио у них отстроено, телек у них отстроено, аудор отстроен, ну, как надо все, и все вовремя, красиво работают, телега, привет, вот. Вот, ты понимаешь, еще вот буду обязательно спрашивать у таких вот творческих людей, как ты, потому как меня самого это волнует, что... А как вот это вот с годами, вот она идет, вот эта грань, что с одной стороны, вот этот трафик клиентов, ты понимаешь, вот где вот этот вот правильный баланс, потому что удачная служба продажников, они же как нахватают, ну, вот вы сейчас подключились к мировой сетке, там что-то попер, просто там вагон, то есть там не надо уже никого ни в чем уговаривать, то есть там надо просто это сейчас правильно, ну, как бы отрабатывать, да, то есть, а как бывает там в рекламных агентствах, что продажники берут этих клиентов, удачная презентация, а потом вот, вот, вот всегда вот это потом очень сложно и запутанно. Ну, мы, смотри, мы пытаемся сейчас построить работу таким образом, потому что на самом деле это объединение произошло не так давно, но что мы на первоначальном этапе еще, в момент работы с клиентом, мы уже встраиваемся туда, то есть нет такого, что мы получаем постфактум какие-то брифы. То есть мы работаем изначально с идеей, поэтому, ну, как-то удается еще это сдерживать, при том, если все идет прекрасно, я не вижу вообще проблем, как-то передать какие-то части полномочий, то есть, если люди могут генерить идеи, то почему нет? Да я вот все их пытаюсь, допустим, вот я знаю, там, да, с маркетинг, да, агентство, ну, такое уважаемое большое, то есть, если я не ошибаюсь, там, три хохлаща с креативными директорами работают, и вот мы с Антоном, там, с Антоном разговариваем, он говорит, а чего, они, они приезжают сюда работать, то есть, у них нету вот этих, там, наших отвлекающих, там, факторов всяких, они приезжают сюда зарабатывать денег, да, они стоят, не дешево, но, тем не менее, то есть, как бы, вот у нас финансистов наплодили, да, там, юристов, экономистов, вот я, я пытаюсь увидеть этих рекламщиков, вот, которых прям вот много, то есть, де-факто, в каждом агентстве, да, мы видим, там, два-три хедлайнера. Это вопрос как раз вот перекликается с тем, что мы обсуждали по поводу, вот, местечковости какой-то, да, то есть, вариться в казнете и денерить какие-то идеи, ну, это достаточно сложно, то есть, да, ты приходишь на площадку, у нас были ситуации, когда мы, там, не знаю, вводили новые форматы баннеров, там, лет пять назад, да, и просто к этому никто был не готов, ни одна площадка, и, то есть, там, сразу говорили, плюс... Технически просто. Технически и плюс сто процентов к стоимости сразу. Слушай, ну, а сейчас вот этих селс-хаузов обводилось, да, обводилось? Причем, которые умудряются, там, торговать, да, то есть, нашим, там, полторами сайтами, то есть, ты вот как можешь вообще, то есть, мне кажется, это сейчас, по-моему, сейчас с площадкой быстрее и дешевле договориться, да, вот напрямую, нежели чем вот через вот эти вот... Ну, селс-хауз, это, в смысле, это такая тема, что это, по идее, это сервис, да, то есть, ты не задумываешься, приходишь и получаешь его сейчас пока, ну, видимо, пока этого нету еще, то есть, и, ну, и не те площадки, возможно, в большинстве селс-хаусов интересны, да, если площадка хорошая, она продается, да, то есть, ей уходить куда-то, ну, тоже особого смысла нет. Ситуация селс-хаусами же, она очень простая, да, то есть, это вопрос скидок. То есть, они гарантируют площадке объемы, соответственно, получается... Так вот, они гарантируют объемы, где их потом они берут, эти объемы, непонятно. Не, ну, где-то берут, мы встречались буквально на прошлой неделе с двумя селс-хаусами, ну, разговаривая об условиях, и я поднимал как раз цифры по бухгалтерии, они получают достаточные деньги, по крайней мере, от нас. А сколько надо людям в рекламе платить, по твоим ощущениям? По-разному, у нас... Нет, по-разному, я просто знаю, у вас там какая-то весьма интересная форма оплаты. Она меняется сейчас. Там по сценарию можно и в космос уйти. Да, можно. У нас практически все сотрудники получали бонусы. Сейчас просто ситуация меняется. До этого мы работали с бонусами. А сейчас не будут давать их бонусы? Ну, сейчас мы просто смотрим по другим параметрам. То есть, пока все устаканивается. На самом деле, вот это объединение, оно должно прийти к чему-то единому. Очень глупо работать внутри сетки по своим каким-то правилам. То есть, быть какой-то отдельной частью. Не вливаться в коллектив, а быть отдельной частью. По мне, так лучше, ну, в смысле, чтобы... Нет, это когда, сколько лет существует, что там надо нового придумывать? То есть, там, единственное, надо просто апгрейтить. Ну, да. Под наш немножко там веселый рынок, да, там, то есть... Нет, это понятно, но вот по твоим мы сейчас... Давай будем говорить фигурально, да, то есть не о вашем агентстве, потому что, ну, у тебя сейчас окромя толерантности, я ничего взамен не получу, вот. А вот вообще в целом, давай поговорим, вот, как бы, вот, ну, вот... Как правильно, как справедливо должны вот зарабатывать рекламсики вот с твоей точки зрения, наверняка же думал об этом? Мы думали, это как раз идет все вкупе с тем, что мы пытаемся сделать, чтобы наши менеджеры были продюсерами, то есть, да, вести проект. Соответственно, там... Ну, это вы, получается, долю даете от прибыли. Уже в противном случае к продюсерам быть весьма странно. Так же? Да. Ты все прекрасно смотришь. Нет, так а что, ну, так по-другому, как что продюсировать-то? Чуть-чуть-чуть, продюсер, это предполагает какую-то открытую, там, скажем, игру, да, трестую, как бы... Не, окей, но вот в рекламных агентствах, вот, люди вообще сколько денег получают? Это просто давно не было, я вот, честно, не очень понимаю. Думаю, что тоже до этого не были какой-то... В смысле, мы занимались интернетом всегда, да, то есть, последние пять лет точно, к нам до сих пор обращаются по поводу каких-то визиток и буклетов, то есть, потому что, не знаю, там, вроде рекламы справочников, вы это где-то, то есть, понятно, что мы заявляем только интернет, поэтому мне трудно говорить, у нас все складывалось... Ну, по-моему, в интернете же люди, мне кажется, много не должны по сценарию зарабатывать, потому что там, ну, все-таки, мне кажется, там особо ни с чего пока зарабатывать. Вот, по моим ощущениям, пока бабла нету, по-моему, в интернете, как? Да нет, есть. Вот, смотри, я могу озвучить цифры, да, к примеру. Наши агентства, вот, я рассказывал до этого, мы поднимали биллинги за этот период, да, чтобы на каком-то уровне серьезном говорить с сейлс-хаусами. Порядка 15 миллионов, то есть, на два сейлс-хауса пришлось за первый полгода. За первый год? Долларов миллионов. Деньги? Деньги? Ну, это 100 штук. Ну, то есть, ну, так это нету денег. Ну, это два сейлс-хауса, это не так много площадок внутри них. Ну, я понимаю, да. И это период полугодовой. Я уже понимаю, по рекламным меркам денег нету. Понятно, но достаточно позволяет людям платить нормальные деньги. Нет, ну, это другой чуть-чуть вопрос. Слушай, а вот про Рунет. Окей, ты говоришь, что копаться в казнете шибко, ну, как-то так, скажем, обособлено, да, от той мировой сети, да, и хотя бы там вот русскоязычного казнета, интернета, то есть, это неправильно. Окей. Ну, смотри, ты мне ответил на вопрос. Правильно ли объявлять конкурс на разработку логотипа казнета? Ты можешь мне назвать, как выглядит логотип комовский, там, не знаю, штатовский домен? Это же абсурд просто. Чем наш интернет лучше их? Ну, там постебать можно очень хорошо, как выглядит логотип казнета. Вот у всех сейчас, по-моему, да. То есть, это, на мой взгляд, и сам все. Да, у меня сразу файл вылетел, я озвучивать не очень хочу. Либо корзина. Ну, ничего страшного. Ни один приличный рисунок в голове не возник, да, скажем. Да, то есть, да, это вот какие-то непонятные шаги, соответственно, ну, это какая-то, на мой взгляд, это глупость. Логотип казнета, да? То есть, мы и так уже с техническим каким-то... Да нет, фигня логотип, он тут вот сейчас с пиратством борется, вообще прохочешься. То есть, сейчас выключат последние пять сайтов, вот. И в смысле, блин, можно смело, да, то есть, я не знаю. Не, меня вот за рунет, знаешь, я вот, Рус, я у тебя хочу, вот, за рунет тебя потрясти немножко. Потому что ты тоже, я знаю же, у вас там и... Вы вот с сайтами, как бы, там, вот, Mail.ru, да, вы там двигаетесь, работаете, да, ну, то есть, вот с такими большими площадками вы уже не первый год, как бы, двигаетесь. Проясни мне вот эту ситуацию, то есть... Потому что все бегают, просят эту скидку, да, то есть, вот, все думают, там, скидку получить, там, на Mail.ru, там, 40%, там, 35%, там, 30%, там... Они же, ну, вот, им же вообще пофиг этот Казнет, то есть, вот, им, российским сайтом, казахстанский рынок, по большому счету, да, вот, в сегодняшнем его состоянии, я имею в виду рекламный, интернетный, то есть, их там, мы ничем не можем, там, возбудить в плане денег. Поэтому они, вот, я как заметил, то есть, они особо вообще, то есть, вот, какие-то спецпроекты, вот, мы хотели, там, недавно, там, Mail.ru, да, там, шапку, там, забрендировать, то есть, вроде как и денег, да, там, можно, но там непонятно, как это технически решать, то есть, надо ломиться туда, шапку, квартиру куда-то, потому что местные ребята, они говорят, нам сказали, что нет, и все, и, в смысле, как нет, мы деньги хотим заплатить, что значит нет, как-то нет, ну, правильно же? Ну, правильно, ну, в смысле, в каждом конкретном случае надо смотреть, почему отказали, да? Нет, ну, там, в смысле, ну, порно не хотели рекламировать, просто, ну, нет, Рунет, он такой, это просто логический шаг, да, то есть, есть Россия, да, потом развиваться в СНГ, там, потом дальше пострадать, выходить на IPO и так далее, да, то есть, это логично, то есть, соответственно, интерес у них какой-то есть, возможно, да, не финансовый, но, он есть, а так, по-моему, Рунеты в другую сторону движутся очень удачно, вне Казахстана, да, на мировые рынки уходят, да. А нам, вот, что делать, ну, вот, нашим вот пользователям, да, они же там есть, то есть, вот, как их правильно отловить наших казахстанцев, ну, вот, существуют же какие-то цифры, там, на мою ру, там, 800 тысяч, да, там, я не знаю, там, на одной, я так примерно сейчас говорю, там, на одноклассниках достаточно, там, много, там, людей сидит, ну, и что нам, ну, на баннера лежит, там, вот, у вас же изысканий, там, много было всяких. Ну, нет, смотри, там, а, все зависит от задач, да, если, ну, если нужно использовать mail.ru, отлавливать там, да, то почему нет, это достаточно все, технически это все возможно, то есть, сейчас появляются там, вплоть до каких-то более усовершенствованных механик, там, не знаю, сослеживаем тебя по интересам, какой-то, пресловутый поведенческий таргетинг, ну, речь не в этом, а, если есть задача их отловить, это сделать можно. Другой вопрос, для чего вы, конечно, да? Ну, вы, вот, как часто используете, вот, когда работаете для наших казахстанских компаний, да, то есть, российские ресурсы, то есть, вы их в пул, вот, в этот сайт, вписываете, то есть, вот, mail.ru, как часто вы покупаете, просто? Ну, повторюсь, от задач зависит. Ну, понятно, что от задачи зависит. Смотри, у нас просто сложилось исторически так, что клиенты крупные, да, соответственно, у них больше идет какая-то, не знаю, имиджевая реклама, да, и первой целью стоит охват, там, не знаю, аудитории, да, то есть, это, естественно, mail.ru, то есть, да, глупо его не использовать, при, там, при соотношении стоимости и каких-то настроек. Ну, там, в общем-то, и жидко-то и дорого, да. То ли набирать, не знаю, там, порядка десяти казахстанских сайтов, то ли обойтись одним mail.ru и, там, поймать ту же аудиторию. А вот какие еще российские сайты можешь озвучить, на которых имеет смысл, понятно, что в зависимости от клиента, да, проводить какие-то коммуникации? То есть, где есть еще казахстанцы, а в роде, скажем так, по твоим оценкам? Ну, мне нравится вообще работать с какими-то тематическими сайтами, да, то есть, где можно внедрить непосредственно какую-то идею в сам контекст. Понятно, что есть, там, не знаю, в России тоже, там, на одних из первых позиций автомобильные сайты, да, там казахстанцев нету, да, есть свои родные колеса, там, где ты знаешь, что там, машина продается здесь, сейчас. Да. То есть, поэтому, вот, лично мне нравятся тематические сайты, сайты в Рунете, а оно... Ну, например, вот, где у нас казахстанцы сидят, на каких тематических сайтах? Ну, смотри, есть, допустим, в Казахстане очень мало женских сайтов, примерно, да. А это основная аудитория наших каких-то брендов. Соответственно, через Рунет найти их и проще, и дешевле. Куда женщины ходят? Да, то есть, у нас, ну, можно перечислить, там, пару сайтов, но они все как-то завязаны больше не на женщинах, а на каких-то детских тематиках, там, мамочка, там, еще, не знаю, детки и козы. Ну, понятно. Ну, и там, и посещаемость, там, совсем небольшая. Ну, окей, а где вот еще может быть аудитория? Да, везде у нас, допустим, смотри, ставить надо вообще какие-то нереальные задачи, то есть, ну, мы пытаемся, ну, в смысле, это такой момент уже какой-то внутренний, да, то есть, просто ты понимаешь, что ты можешь это сделать, ну, и берешь, соответственно, за какие-то трудные вещи. У нас была как-то задача, там, не знаю, порекламировать автомобиль гибридный, да, то есть, причем четкая задача, описание аудитории стояло, там, не знаю, это люди, получившие западное образование, это люди с каким-то там уровнем дохода, и третий пункт, это заботишься об экологии. Вот много ты таких знаешь людей, то есть, если еще по какому-то одному из параметров можно было. Ну, по-моему, на тысячу два встречается. Ну, вот нам так и сказали, что примерно таких людей в Алма-Ате, там, не знаю, порядка 40-70 человек. Вот, да, да. То есть, вот, стопаем реально. Ну, мы нашли их, мы нашли их на западных бизнес-сайтах, то есть, где идет аналитика, тот же The Economist, то есть, те люди, которые серьезно погружены в информацию, то есть, работают, ну, скорее всего, в западных, да, компаниях. Соответственно, получали образование там, то есть, можно найти, но вот в итоге компания не пошла, просто ради этих 70 человек, да, то есть, проще было, не знаю, использовать какой-то директ-мейл. Ну, конечно, ну, просто, да и позвонить легче, то есть, если 70 человек, просто тут еще, у них, наверное, еще сервисы, я так подумал, нет у нас, потому что, ну, где этот, блин, гибридный автомобиль обслуживать, то есть, это уж точно. Непонятно. Ну, в итоге сейчас видим, по городу ездят, встречаются, да, с надписью гибрид. Окей, вот, знаешь, такой интересный вопрос о становлении личности в рекламе, то есть, вот, ну, for example, там, я не знаю, там, закончил сейчас чел или учится, вот, я ходил куда-то лекции читал, там, в институт, вот, там, маркетинговая группа сидит, 100 человек. Я говорю, народ, а чего вы такие спокойные, я не могу понять, да, то есть, ну, институт такие, там, ну, я говорю, ребят, вы на практику там вообще собираетесь идти? Я говорю, а кто сейчас проходит практику в рекламных агентствах или там, что-то там делает, там, ну, я не знаю, там, вот, русу, там, кофе носит? Я считаю, что, вот, если он хочет делать карьеру в рекламном бизнесе и чему-нибудь научиться, не карьеру, а вот чему-нибудь научиться, он должен носить тебе кофе. Почему? Потому что он полгода проносит тебе кофе, ему в институт можно не ходить. Странная идея, то есть, видишь, просто там рынок небольшой, то есть, ну, таких, как ты, там, ну, я не знаю, там, с двадцатку, там, наберется, да, там, в стране. Поэтому, ну, много народу не может тебе, там, пару грузов кофе носить, но, ну, так, всех они возьмут. Но они же маркетологи, они же, блин, рекламщики, почему они, вот, мне всегда интересно, почему они не думают, вот, не могут этот маркетинг для себя сделать? То есть, ну, ведь агентство, там, на фриланс примет какого-то, там, шустрого, прикольного чела. Вообще, любое агентство, вот, кстати, следующий вопрос, там, как устраиваться на работу? Да как устраиваться, ну, вот, особенно вот этим рекламщикам, маркетологам, ну, приди там, ну, в смысле. Нет, у нас были случаи, когда нам присылали, не знаю, резюме в виде сделанного сайта, почему, там, ну, хотели работать у нас. То есть, был один, вообще, безбашенный чувак, который сделал, там, сайт на коленке где-то кривой, косой. Да. Ну, он, там, на двух страницах объяснил, почему он, первое, о нем, там, резюме какое-то. Не взяли. А? Не взяли, он нам не подошел по другим позициям. Почему? Ну, в смысле, просто. Ну, вот, нарисуй вот этот портрет этого чела, то есть, какой подойдет. Вот, им интересно, они сейчас вот по ту сторону камеры сидят, они же понимают. Да нет, подойдет любой думающий человек, то есть, здесь ключевое слово думающий, да, то есть, когда ко мне обращаются с вопросом, не знаю, мы работаем, там, с какими-то, с российскими подрядчиками, периодически, да, и мне пишут менеджер в письме, типа, а какая у нас разница во времени, то есть, ну, понятно, что с этим человеком я в дальнейшем его, в смысле, если вставил вопрос, я не возьму его на работе, потому что, там, не знаю, помимо банальных вещей, там, да, открыть время на компьютере, выбрать город и посмотреть разницу, да, а с Гринвича, либо загуглить, то есть, ну, вот, такие люди точно не пойдут, в общем, чем меньше вопросов каких-то задает, только чай, сука, носи, и все, здесь полка о двух концах, да, то есть, учиться, чтобы учиться, надо задавать вопросы, да, но если ты можешь принимать решение, и ты думаешь, да, как сделать, пусть, там, не знаю, ты фиг с ним налажал где-то, да, или еще что-то, но ты принял решение, ты подумал, и ты можешь его обознавать, почему ты сделал так, ну, почему нет, конечно, всю жизнь тебя прощать не будут, или ты параллельно, в смысле, вместе с этим учишься своим ошибкам? Не, мне интересно, почему они не идут, вот, они учатся там, понимаешь, 4-5 лет, сидят там, учатся, книжки читают, важный момент, кто их там учит, да, потому что ты читаешь лекции в каком-то институте, вот я, походу, тоже не читаю, вот, Беллер тоже их не читает, Буравлев их тоже не читает, и Касперс их не читает, и там много еще кто, и вообще никто их не читает, вот, ведущие наши рекламщики, нашей страны, которые действительно работают на этом рынке, тратят там все его деньги, они читают лекции в институте, следующий вопрос тогда, вот я этим просто маркетологом всегда объясняю, Ребята, кто вам читает лекции? Хорошие, грамотные ребята, но они же не практики, да? Следующий вопрос, почему вы не идете к этим людям и не пытаетесь, блин, у них там, я не знаю, как-нибудь учиться? Вообще не понимаю. Это такой вопрос тоже. Какой вопрос? Риторический. Риторический, да. А потом мы сидим и грузимся, где брать эти кадры, ты понимаешь? Ну, кадры, да, можно брать по-разному, я там, помню, по-моему, в 2001 году, как раз, в 2000-м, меня отправляли, я работал в Сикс Леобернет, меня отправляли в Казгаса набирать дизайнеров, то есть, да, причем мне прямо сказали, приходишь к декану, да, говоришь, спрашиваешь, что ему нужно, в ответ он тебе должен предоставить список, там, не знаю, талантливых, на его взгляд, студентов, которые бы он видел в рекламном агентстве. Да. То есть мы пришли, да, там, нам сказали, хотим видео двойку на тот период, там, да, в деканат, список дадим, то есть, ну, то есть, искать можно разными способами, да, я, там, не знаю, в том же Фейсбуке вписал вот к вопросу его использования, я объявлял, там, не знаю, кто порекомендует нам человека, там, не знаю, и мы его возьмем на работу, тому подарим, не знаю, айпад, например, порекомендовали, не знаю, порядка 15 человек, никого мы не взяли. Айпада не подарили ни одного. Никому, да, то есть, нет, были хорошие ребята, приходили, у кого-то возникали новые проекты, которые они хотели дореализовать, то есть, да, на работе, то есть, сидели-сидели, как только, ну, в смысле, закон подлости, да, решили сменить работу, появилось что-то интересное на основном. Да, они пошли. Да, точно. А как вот правильно, вот, знаешь, вот, допустим, я читал, о Гилви хорошо написано, он пишет, что, кстати, вот, ты говоришь о Гилви на этой лекции, а там реакции мало, смотришь, один зашевелился, второй, сука, тридцать человек рекламщиков будущих сидит, они о Гилви не знают, ты такой, что смеяться вообще, ты понимаешь, ладно, они к нам не ходят, ну, вы про Гилви-то прочитайте, ну, что, ребят, то есть, блин, он пишет, как можно стать хорошим рекламщиком, можно пойти в компанию типа проктора, то есть, тебе руку поставят, можно пойти в сетевое агентство, вот, там руку поставят тоже, как правильно, да, то есть, можно пойти, ну, там, как бы, получается, по одну сторону баррикад, вот, по другую сторону баррикад, можно пойти, ну, о Гилви так почему-то не писал, но вот я добавляю, можно пойти в сильное наше казахстанское локальное агентство, то есть, вот, как еще учиться рекламе? Нет, здесь вопрос о практике. Когда мы занимались веб-сайтами, мы брали просто какие-то хорошие примеры и перелисовывали просто, чтобы поставить руку, перелисовывали все сверху. Как еще раз? Не понял. Мы, то, чем занимаются художники, просто создавали копии каких-то хороших примеров сайтов. То есть не под заказ, это не коммерческие работы, но просто понимать, как правильно выстраивать сетку. Ну я понял, то есть это как читать хорошие и правильные книги. Ну как делать копии, репродукции, читать книги. Это у рука на самом деле набирается. А про книги что надо читать? Обязательно. Реально. А вот им тоже говоришь, ребята, Куприн, тихо. Ребята, Теодор Драйзер. Здесь, да, читать надо не обязательно тематическую, просто надо читать. Да какая разница, ну хорошую, качественную литературу. То есть я был в шоке, если честно. Достоевский все-таки, ааа, преступление, наказание, Куприн, ребят, ну это вы. То есть, ну вот, нихрена они не читают, но и хуже делают. Ну это потом все сказывается же, в переписке ты получаешь как будто менеджер письмо, которое составлено абсолютно бездаром. А я им сказал, народ, да сидите, тупите, бога ради. Это же ваша судьба, то есть, вот что я должен, да, там их уговаривать, в конце концов. Ну сидите, то есть, ну, ну что вы. Вы потом думаете, что вы будете ходить удачно откатингом заниматься, то есть, вот. А слушай, ну что там вот про эти откаты? Ну, я не пытаюсь сейчас там скандалы, сенсации, расследования. Ну понятно, что они есть, понятно, что там все их там перманентно дают, вот. Мне кажется, вот время это кончается. Особенно вот в интернете. Интернете она уже закончилась. Вот вообще прям это не нужно. Да. Потому что, де-факто, да, то есть, исхитриться и сделать какую-то действительно прикольную концепцию продвижения, то есть, какого перепоя, да, там, того мне должен деньги платить, да, потому что, ну, а сколько там на рынке народу кто может что-то там приличное делать, то есть. Нет, там практически не было никогда, вот вспоминаю всю историю, никогда не слил вопрос об откатах, в самом начале это были не такие бюджеты. Да, не могу от чего откатывать. Сейчас это, ну, в смысле, бюджеты появились, ну, просто. Сейчас я гляжу, вот, новая тенденция, народ такой, бздеть уже начал, то есть, вот, те, кто работает в компании, то есть, раньше это прям вот такой бегущий красный с другой, там, скука, типа, да, а сейчас уже нет, сейчас уже люди такие, ну, как бы, немножко уже оглядываются, приоглядываются, то есть, вот, я заметил, многие вообще сами прям и не просят. То есть, ну, ну, ждут, когда предложат. Ну, мне сложнее на эту тему говорить, потому что я не продажник, да. И тут вообще второй момент, что, ну, обычно откаты, не знаю, наверное, на мой взгляд, просят, где разбираются, да, где можно урвать что-то. Ну, ты придешь к нему с предложением интернет-продвижения, ну, что он поймет. Ну, все, да. Ты вот, вот как прокомментируешь сейчас рынок, вообще, вот, по твоим ощущениям, то есть, вот, мы много куда приходим, там, до смешного, проклики приходится раскладывать, причем у тела написано, там, специалист, там, по, там, продвижению в интернете, то есть, вот так сидишь, думаешь. Ну, это вопрос такой номинальный, наверное, то есть, надо, надо, надо создать такую единицу внутри компании. Мы в свое время, у нас, не знаю, года два было какое-то подобие слогана, типа, интернет-реклама человеческим языком, да. Мы приходили, рассказывали, там, не знаю, составляли какой-то голосарий клиентам, объясняя основные понятия в интернете. Сейчас, ну, сейчас не приходится с этим сталкиваться, потому что достаточно крупные клиенты, западные, им просто, ну, есть какое-то понимание, да, если нет понимания, все равно со штаб-квартиры приходит. Вот, сказивка, ну, это на украинском языке, это указание. Да, что, такую-то стоимость, часть бюджета, надо направлять на диджитал, да? Не надо думать, да. То есть, это наша, мировая, там, не знаю, мировая стратегия, бренд идет в интернет, например. А вот это тебя не пугает, то есть, вот вы сейчас по сетке начали работать, вот, были же много, вот, ну, взять тот же, допустим, Филипп Борис в свое время, да, то есть, когда, смотри, ребрендинг Бонн-стрита, де-факто, ну, они ушли с рынка этим, вот, Бонн нету сигарет, и он весь курил Казахстан. Сделали пачку другую, ушла. Бензет Хенджинс, не пошли сигареты, то есть, меня вот всегда это очень пугает, когда штаб-квартиры, откуда-то там, там, не знаю, в Швейцарии, допустим, когда для Казахстана выбирают, ну, как такое, паровозную идею, Формулу-1. Ну, блин, ну, где мы, ну, где мы, где Формулу-1, вот, кто-нибудь видел, вот, вообще, Формулу-1, ну, мы видели ее по телевизору, ну, как она, в каком она месте, то есть, а вот это, это неизбежно же получается, то есть, когда ты на весь мир делаешь рекламную кампанию, то есть, что невозможно просто апгрейдиться там под каждый регион. В смысле, у этих в Европе будет, да, Вижен, Формула-1, а у нас, да, у нас там, этот, бешпарамак, да? Нет, ну, здесь сложный момент, на самом деле, но пока не приходилось столкнуться, что прям вот, все равно приходят указания, и мы на месте разрабатываем уже как-то этот, вот сейчас у нас идет, например, пример с Самсунгом, да, у них запуск обновленного смартфона, Самсунг Галакси С2, то есть, да, есть какой-то, да, то есть, более навернутый телефон, а там мы выступаем инициатором идеи в интернете, то есть, кипируемся на Вижуал, которые сейчас идут в наружке, либо ролики по телевидению. То есть, вы, де-факто, что так бывает, что какое-то маленькое, там, местечковое правительство, ваше, оно именно так вот, в ихней большой сетке, это вот так оно и называется, да, то есть, оно может сгенерить прикольную идею, и ее прям примут? Ну, вот, думаю, да, в смысле, не думаю, а вот сейчас на этапе одобрения все. Как интересно. Нет, ну, просто, мне кажется, что... Посыл-то, на самом деле, просто посыл по всему миру, допустим, этого смартфона, это, там, три его ключевые характеристики, которые мы продвигаем тоже в интернете, но своим видением, то есть, мы идем в рамках какой-то концепции глобальной, но с учетом локального. Ну, а вы какую-то, чуть-чуть уже такую свою, обгоряченную, там, казахстанскую дверь сегодня. Да. Угу. Окей. Так ты так и не рассказал, что этим ребятам-то делать? Думать, думать, ну, не знаю, ведь куча способов, как устроиться на работу. Да нет, вот, как стать рекламщиками, на работу устроиться неинтересно. Нет, ну, это вопрос практики, понятное дело, что ты не придешь там и не станешь, да, через неделю. А как становиться креативными директорами? Да, это постепенный процесс, это больше такая... Это же вообще должность запутанная на нем. Не, ну... Ну, в моем случае это какой-то постепенный рост, там, не знаю, начиная с каких-то дизайнерских вещей, то есть, ну, и понятная шкала, да, то есть, выше уже прыгать некуда, да, то есть, выше только это уже ехать за наградами куда-то. Не знаю, то есть, получается, де-факто, кроме апекса, сдаться некуда. Нет, ты видишь... Сейчас просто там это... Ты же сам понимаешь... Очень много наших коллег все-таки плюнут в монитор. А, да не страшно-то, господи. Смотри, ситуация, да, ты вот, ты вот сам можешь назвать какие-то такие вот крупные проекты, которые прозвучали в интернете в последнее время? Я вот могу назвать два, да, там? Например. Пуш и дизи, да, когда весь народ там, не знаю, что-то делал. Да. Выхлоп там и там разный, да, то есть... Странно, но сделали их мы. Да. Это очевидная вещь, то есть... Мы видим баннерную рекламу, да, но это же не те проекты, за которые можно прийти. Ты прав, абсолютно, да, разместить баннера может, там, не знаю, из десяток агентств и поменьше. Весьма странно как-то у нас получается, да, вот, походу, емкость с деньгами. Да нет, да. То есть, чего-то более серьезного я не видел, то есть, был какой-то... А, ну, в смысле, вот, Кока-Кола пошла, да, сейчас в интернете с каким-то музыкальным конкурсом, то есть, да? Да, было. Ну, вот у меня, допустим, есть, конечно, микрофон на ноутбуке, но я его никогда не использовал, там, только максимум в Скайпе. То есть, и... Хотя петь... Петь люблю. Петь люблю. Петь люблю. Знаешь, Рус, я что хочу сказать. В твоем случае, я вот прям, хочу тебе искренне совершенно пожелать творческих каких-то успехов. Я не знаю, что там сам хочешь, как ты так и блин не рассказал, что ты хочешь, но давай и пускай она за кадром останется. То есть, сложно это, запутанно там все. То есть, быть рекламщиком, то есть, это весьма непросто. Там очень много там конфликтов, очень много там внутренних конфликтов, да, ну, дофига чего там. Но, тем не менее, уже скажу, вот, 15-й год, как это случается, дай я пускай сначала. Спасибо. Давай. Трудно, но интересно. Да, трудно, но интересно. Еще раз с нами. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...